Хей, всем привет, любители визуальных новелл, а также просто игр, в общем, добро пожаловать на канал Никетсума Какаято, я пока продолжаю дальше играть в визуальную новеллу под названием Winter Witch U, сейчас мы будем лежать с Мьюки рядом, и тут написано, похоже, пора на работу, я не хотят, как у глаза, стойте, где это я, опять, а точно, я же вчера приехал домой, и сейчас у меня отпуск, слава богу. Ну как с горлом, рядом лежит Мьюки, Мьюки? Мьюки? Мне хотелось ее будить, но нужно померить температуру и выпить лекарство. Да, науки. Доброе утро. Как ты? Не очень. Давай температуру померим. Хорошо. Я встав градусник и подмышку, 38,2, за ночь почти не упала, может, скоро вызвать? Ты что? Просто дай мне лекарства. Хорошо. Ну ладно, это если уже перебор будет, то до скорого года. Ну хотя, опять же, работа. Подождите, а у нее тоже в отпуск выходит, да? Хорошо. Я напокажу себе на кухню за водой. Ой, а не утро. Ну не, не, фу, ну нормально, мне очень нравится. Дома никого не было. Видимо, родители отошли куда-то по делам. Зато на столе лежит записка и какие-то лекарства. Это для Миюки. Из красной упаковки по одной три... Началось. Это для Миюки. Из красной упаковки по одной три раза в день. Из синей одну после еды. Если она проснется, и температура будет выше 38, дай половинку и желтой. Хорошо. Каша на плите не забудьте разогреть и положить в тарелку. Естественно. Грей микроволновки, чтобы ничего не спалить. Сначала положи в тарелку, а потом грей именно тарелку, а не кастрюлю. Видимо, на этом моменте она подумала, что дальше уточнять не нужно. Ладно, окей. Это значит, мама. Блять, кастрюлю, так микроволновку. Вот, выпей. Хорошо. Микки попыталась приподняться, надувался ей это с трудом. Лежи, лежи, я тебе сам таблетку в рот положу. А? Новый фетиш? Можешь шутить, значит, почти выздорово. Вот теперь запей. Так, сейчас кашу принесу. А после нее нужно будет другую таблетку принять. Не хочу есть. А надо. Ну, когда болеешь, да, действительно, там вообще не хочется есть ничего. Но это всем знакомо. Ептить. После того, как я накормил Миюки, мне тоже захотелось есть. Но мне было лень разогревать себе что-то на завтрак, поэтому от след за Миюки позавтракал кашей. Домой так никто и не вернулся, поэтому мне было нечем заняться. Да, если честно, мне не хотелось. Поэтому я просто вернулся к Миюки и уснул. Ну, уже и закат уходит. Ого. Проснувшись, первое дело, я решил снова измерить температуру Миюки. На этот раз я решу ее не будить. 37,5. Результат нормальный. Уже лучше. Ночью на окна снова будет 38. Чтобы не мешать ей спать, я направлюсь в гостиную. О, опять стол. Привет, мам, пап. Привет. Что у тебя с лицом? В смысле? А, вы про следы? Это, наверное, Миюки рукой оставила. Или ногой. Хех. Она немного ворочается, когда спит. Мой ответ еще сильнее рассмешил папу. Ну ладно, тебе Юджи. Давайте ужинать. А Миюки к нам не присоединится? Нет, она крепко спит. А как температура? Все уже хорошо, 37,5. Слава богу. Может, нам тебе где-нибудь еще постелить? А то ты еще заразишься от Миюки. Нет, то что, я этими просудами не болею. Ну смотри. А твой папа даже подходить ко мне боялся, когда я болела. Подожди. Это не одна ли актриса озвучивает, что это Юмен, что маму? По-моему, одна и та же. А твой папа даже подходить ко мне боялся, когда я болела. Это ты преувеличиваешь. И вообще, я-то и не против был. Это ты потом бы меня упрекала, что я работу пропустил. Бла-бла-бла. Да-да, как скажешь. Ай, опять это, смотреть на то, как они спорят, всегда было весело. Да это даже не спор, это... Это как-то спором назвать... Не, я не могу. У нас весело, ладно. После ужина у меня все еще не было сил, поэтому просто вернулся к Миюке и заснул. 26 января. Это что, до Нового года все будет? А, не, января, дженери, 26. Подождите. А Рождество разве празднуется в Японии в этот день? В эти дни, точнее, дженери. Я только сейчас заметил. Серьезно. Так, 26 января. Рождество. Надо потом глянуть. Может, декабря? Подождите, января? 25 декабря. Ну как... А, ну да. Нет, декабрь должен быть. Почему январь? Покоснулся я от холода. Удивительно. Сегодня Миюке даже не сбросила одеяло на пол. Она просто забрала его себе. Я положил руку ей на лоб. Вроде как температура спала. Часы показались 7 утра. Рановато, но раз уж проснулся, можно приготовить завтрак. Погнали. Похоже, я опоздал. В гостину уже сидели папа с мамой и завтракали. Доброе утро. Доброе, сынок. Хорошо спалось вместе с Миюке. Да, неплохо. Ха-ха-ха. Я вижу. Наверное, она говорила об отметинах. Нихуясь. По ощущениям, в этот раз она мне все лицо отдавила. Миюке как? Температура все еще держится? Спит как младенец. Температуры вроде как нет. Но стоит померить, как проснется. Это хорошо. А то я даже переживать стал. Температура, тем временем мама уже... Да что тут переживать обычная простуда ебтить? Просто надо как бы таблеточки там, варенье, что там в Японии есть. Тем временем мама уже принесла завтра, как мы принялись есть. Науке. Но так когда свадьба? И попикнулся чаем. Сейчас подождите, у меня это молоко. Ты и гоблина сразу вспоминаю. Меба тут. Какая свадьба? А, вы сначала обручиться собираетесь? Тоже верно. Это как? Во время свадьбы обручаются. А, нет, то есть, может быть. Мама недовольная посмотрела на меня. Не ценишь ты ее. Таких красавиц надо побыстрее ловить. А то ведь убежать может. Блять, ну я не понимаю немного чуть смысла свадьбы. Ну, блять, ну что это даст? Ну вот объясните мне в комментариях, на самом деле. Может, я и немного не понимаю этого. Но спешить с этим... Я видел то, что женщина обижается, потому что... Ну, как бы она охладевает, потому что она не выходит замуж. Ну, блять, ну... Ну, торопиться с этим, мне кажется, вообще не надо. Ну, ладно, если вы там много живете. Ну, главный герой вроде как знает ее с детства. Но, тем не менее, я просто говорю, что... Да ну нафиг, сразу так вот дожениться. Да успеется, мне кажется. Успеется. Поэтому... Главное, чтобы человек был нормальный и как бы не было поводов для измен. Ну, вот это да, вот это хорошо, как ты это можешь доверять ему. Ну, а свадьба-то потом. Таких, касается, нужно побыстрее ловить, а то убежать можешь. Ладно тебе, Ацука. В таких делах лучше не спешить. Батя знает толк. Ну да, ты не спешил. Это уж точно. В принципе, мама была права. Все-таки мы уже столько лет вместе. Ну, но я все никак не мог собраться с силами. Да и случайно, когда я еще не находилась. Вон вчера, например, такой огромный казус вышел. Вчера? Это ты имеешь в виду... Когда она болела? Я подумаю. Может, мама-то и права. А что вчера произошло? Миюки не вместе с тобой приехала, да еще и немного расстроенной выглядела. Возвчера, да. Тут немного ошибки. Просто я заметил, что... И когда они ехали, там немного другое было написано. Оно не совсем то. Только не говори, что ты с Юмой ей изменял. Что? Нет, конечно же. Просто, в общем, я накосячил. Ну, мы вроде как уже помирились. Изменять нужно, когда уже женились и детей завели. Чтобы уже не убежала. Вот это вот мне нравится идея. Не, на самом деле, я исключаю... Конечно же, я не говорю изменять подобное. Но мысль, бати, блять. Она реально смешная. Нужно запомнить. Сейчас будет... Дорогой. Ой, я хотел сказать. Так, стоп. Все, ты что, изменял, батя? Да, серьезно? Папа полетел тапок, но он ловко от него увернулся. Я же поблагодарил маму за еду и встал за стола. Ну, тут есть, если честно, как бы... Моменты сию махком. Мне это нравится. Ладно. В принципе... Я же поблагодарил маму за еду и встал за стола. Вам что-нибудь нужно в магазине? Я схожу в аптеку, кулирекарту, заодно и за продуктами зайду. Спасибо, сына. Я тебе список по лайну отправлю. По лайну. Это по линии? Типа по связи, что ли? Хорошо. Ну, давай. Ну, улица была свежо, совсем не как в Токио. Было немного непривычно. Пришлось даже капюшон накинуть. Задухово сбросил с меня последние остатки сна. Так, а где тут аптека-то? Йошико. Наоки? Кто-то хлопнул меня по плечу. Йошико-сан? Здравствуйте. Здравствуй, а как там Миюки? Мариюки, я хотел сказать, как это вылыл. Хорошо, температура уже спала. Но решил на всякий случай сходить купить лекарство. Да вот не могу вспомнить, где аптека. А я за продуктами вышла. Давай я провожу это все равно по пути. Спасибо. Не за что. Йошико-сан поблагодарил у меня по волосам. Погла... Поглагодарила! Зачитался уже. Йошико-сан погладил у меня по волосам. Какой ты энергичный, совсем как Южи в молодости. Сейчас это он изменит, да? А это комплимент? Во время занятия энергичности Канеки-сенсэя, как это сказать... Не всегда направлялась в позитивное русло. Ну да. А, вот как, спасибо. Кстати, а как так получилось, что вы вместе с Юмой приехали? Да, просто зрители случайно разговаривали, все знали, что я из одного города. Затем сходили в ресторан, где ты щекотал ей бедра, да? Вот уж в случайности. А у тебя вроде как уже девушка есть. Похоже, стоит рассказать все с самого начала, то меня прибьют. Йошико внимательно слушал, меня даже не перебиваем. Вот как-то так все и случилось. Ясно. Я даже не удивлена. Мальчики головой пользоваться не очень любят. Ой, да ладно, блять! Ну ладно, вышла ситуация такая. Ну, у меня в жизни другая ситуация произошла. Вот сейчас будет говорить, что... Ой, вы не умеете думать тому подобное. Ну да, конечно. Ну ладно, это его случай. Йошико, мы надеемся, ты взлёг урок. Что? Подождите, дайте-ка я сохраню на всякий случай, а то я давно уже не сохраняюсь. Йошико. Я надеюсь, ты взлёг урок. Это... Не знаю, как-то в страну написано, типа... Йошико одно на действие. Что написано? Йошико, но надеюсь, ты взлёг урок. Ну, допустим. Да, конечно. Это хорошо. Кстати, вот и аптека, заходи, а я подожду. Уверена, ты рынок без меня не найдёшь. Спасибо, я быстро. Так, я какие-то лекарства там закупил. Ну, конец. Не, фон вообще идеальный. То есть вообще претензий нету. Вообще никаких. Но сюжет тоже нравится. Короче, мне сейчас всё нравится. Без него миленький лекарства не выпьет слишком горько. Ха-ха, ну прямо как ребёнок. Взял бы, кстати, с апельсином, оно вкуснее. Ой, только не подумаешь, что я их тоже покупаю, просто как-то раз попробовал. Вот как. Но попробовал только, чтобы узнать, понравится ли Йома. Она в детстве такой капризной была, не поверишь. Да, я так и понял. Да? А причём тут капризы, и типа, и вот это вот. Типа, настало, чтобы такое купили. Кстати, я хотел вас спросить о Йоме. Канека-сенсей ведь преподаватель музыки, так что же он тогда Йоме играть не разрешает? Когда Йома была маленькая, Юджи хотел, чтобы она пошла учиться игре на гитаре. Но вот Йоме этого не хотелось. Ей больше вокал нравился. Ну да, я это уже знаю. Да, она что-то такое говорила. Но в 14 она передумывала и захотела на гитаре играть. Вот тогда они с Йюджи и поссорились. Он сказал, что уже поздно учиться, и что Йоме совсем не умеет концентрироваться на чём-то одном, слишком уж она энергичная. Йюджи ей дал гитару покупать... Ай, Йюджи ей даже гитару покупать отказался. Да, Канека-сенсей вполне мог такое допустить. Преподавателем он был очень жестоким, жестким. Я, конечно, ей... Я, конечно, ей все гитару покупала. Тут каких-то слов, мне кажется, нету. Я, конечно, ей всё же гитару купила, но они так и не помирились. Не, на самом деле, единственное здесь минус чуть-чуть, это то, что здесь есть то, что лишнее, то, что недописано, мне кажется. И, конечно, ей все гитару купила, но они так и не помирились. Йома настолько сильно обиделся, что взялся за учёбу... А, взялся за учёбу, поступила в токийскую школу. Лишь бы из дома уехать. Ой, вот как. Ну, не переживай, это ведь год назад было, уже помирились. Но всё равно на своём стоит. Они сейчас дома вдвоём, надеюсь, ничего не натворят. Йошикасана на мгновение замолчала. Слушай, науки, а ты не мог бы с ней позаниматься? Йюджи точно не согласится. А мне всё-таки хочется, чтобы она занималась тем, чем ей хочется. Но в Токио ведь много мест, где можно учиться, разве нет? Я предлагал, но из-за Йюджи Юми практически отказывается. Из-за отца? А кто узнает? Если честно. Самообучение, это, конечно, хорошо, но не с самого же начала. Я вспомнил, в какой невероятной позе Йюмы вчера гитару держала. Конечно, я и помогу. Всё-таки Канека Сансэ для меня многое сделал. Спасибо. А вот и рынок. Так, он. Идём рыбки купим. Сейчас как раз должно быть привоз. Привоз? Я проверил список, который дала мне мама. Там были лосось, селёдка и кальмар. Хорошо, идёмте. Мы подошли к прилавку. Арата на Суме вы тут? Имена показались мне знакомыми Аратами на Суме. Да, иду. Ой, брать, опять идти имена... Ну ладно, да, иду. Вышел молодой парень лет... ...двадцати. Он озвучал какое-то невероятное количество бодрости, с учётом того, что ещё и восьми не было. Арата? Неужели... Стой. Неужели... Да, не, не в том месте всё. Неужели... Нао? Нао, это ты! Нао, это ты? Вот так вот как-то надо было. Да. На Цуме, иди сюда! Ой, а вы знакомы? Будешь одноклассники? Это тоже, но мы с ним в одной банде играли. Вау! О, я на гитаре, Арата на барабанах, а На Цуме была вокалисткой. Стойте. На Цуме? Прилавку вышла девушка. Подождите, они же вместе, по-моему, сидели, насколько я поняли. Я насколько заметил, или мне... Не, мне показалось, наверное. Прилавку вышла девушка. На Цуме? Привет, Наоки. Давненько не виделись. Да, вот вернулся на праздники. А вы тут вместе работаете? На Цуме с Аратой приглянулись. Не просто работаем. Да, мы поженились. И решили заново открыть рыбную лавку папы Араты. О, как вы даже уже поженились. Двадцать лет и уже поженились? Мне тоже, конечно, двадцать, но... Бля, ну, ребята, ну, ладно, молодцы. Что тут всё на свадьбе всё крутится? Если честно. И решили заново открыть рыбные лавки папы Араты. Рад за вас. Я вспомнил, что папа Араты сильно заболел, когда мы учились в старшей школе и больше не мог заниматься лавкой. Я рад, что теперь у него всё наладилось. Подожди, лет двадцати? Типа... Ну, ладно. Вы отлично смотритесь вместе. Спасибо, Наоки. Арата, а ты чего стоишь? Клиенты ждут. Йошико-сан, вам как обычно? Да, Наоки как для... Ацука. Арата пошёл собирать продукты. Как же ты вырос, Наоки? Тебя прямо не узнать. Я хотел сказать, что она тоже, но подумал, что не стоит. Ты же вроде с Мийёки встречался ещё со старшей школы. Как у вас всё идёт? Уже поженились? Не давите, блядь, на эту женитьбу. Серьёзно, да хватит. Да некуда спешить. Блин, они... Витя, им по двадцать лет, ну что? Они уже поженились. Да куда торопиться? Какой двадцать лет женить бы? Ну не знаю, но мне кажется, рановато всё же. Как у вас всё идёт? Уже поженились? Нет ещё, и мы вместе со средней, если что. Ах, вот как? Жаль. Какой жаль? Нет, блядь. Никакой жаль. Нет. Пока жениться не надо. Ну чуть позже. Ай. Ладно. Время ещё есть, но ты лучше поспеши. Что? Вы хотите сказать, что если я, допустим, не сделал предложение раньше... Блядь, да что? Почему все женщины зациклены конкретно на свадьбе? Вот... Почему? Серьёзно? Ну... У мужиков такого прям нету. И у меня такого нету, чтобы прям вот взять и как бы вот надо жениться, надо жениться, надо жениться. Нет, понимаю, конечно, что если любишь человека, то ну... Ну не... Как-то не прям-то. Время ещё есть, но ты лучше поспеши. Мне показалось, и в его голосе были нотки и самодовольство. Конечно, они-то поженились. Спешить. Это как-то не по мне. Да, после свадьбы за чужими дочерьми уже не побегать. На что ты намекаешь? Что? Неужели ты на ёмы руки положил? Нет, конечно. Яшакасан, я ведь уже извинился. И не вводите людей в заблуждение. Хе-хе, извини, извини. Тем временем Арата вернулся с пакетами по руках. Вот, совсем свежие. Молодец. Тебе, наверное, хочется с Наоки поболтать? Иди, прогуляйся с ним. А я за магазином одна послежу. Ладно. На Оки. Идём тогда. Я тебе тут всё покажу. Ну, давай. Пойдёшь ли, другая. Нам тут как раз разные стороны. Тебе в продуктовое, а мне за молоком. Ну. А что, у вас молоко, что ли, в воде? Блять. Подождите. Нам тут как раз разные стороны. Тебе в продуктовое, а мне за молоком. А в продуктовом нет молока, что ли? На, с вами Арата, пока. До свидания. Счастливо. Ёшика направилась в сторону молочного... А, Ёшика направилась в сторону молочного магазина, и я принялся ждать Арату. А! Даже так? Ну ладно. Городок, если честно, напоминает такую деревеньку, как было в ЛМР. Так, ладно. Буквально через минуту он ко мне вышел. Как же ты вымахал, Нао? Аж не узнать. И взгляд таким острым стал. Не были бы знакомы, подумал, что ты меня порезать хочешь. Эх, ты тоже изменился, в школе поменьше был. Когда магазином занимаешься, волей-неволей подкачаешься. Надо мне тоже так и сделать туда. Ха, вот как. Мне, наверное, тоже спектром не пришло бы заняться. Спорт всем полезен, это да. Ну, как там Токио? Рассказывай. В какой банде играешь? Людей на концертах много? Или, может, пока еще не раскрутились? Или решили для начала альбом записать? Ой, извини, что-то я много спрашиваю. Мы просто так давно не виделись. Столько всего узнать хочется. Ну, вообще-то я не играю. Точнее, играю, но не в группе. Как-то не пошел у меня, извини. Не пошло? Это как? Ага-то не верил тому, что я сказал. Ты же просто невероятно круто играл. Подожди, может, эта женщина заманила его в офис? Вот подождите сейчас. Ты же сам знаешь, что не только твой уровень имеет значение. А, ну да. Желание? Несколько минут мы просто шли. Я не знал, что сказать. Было немного стыдно за то, что я подвел его надежды. Ой, блядь! Ну, только не надо этого! Ну, это твоя жизнь все-таки. Осознай. Но ты сказал, что все еще играешь. Почему тогда? Почему? Да я даже не знаю. Привычка, наверное. Ну, и как идет? Ты мне как-то играл какое-то ультра-сложное соло из Deep Red, вроде. Ты про Hi-Hi Stats? Сыграть могу достаточно легко на 160 BPM. Выше уже тяжело. Уху! Что? Так это совсем чуть-чуть медленнее оригинала. Да ладно. Ты просто монстр, получается. Я не знаю, на самом деле, типа, о чем тут при полу. Типа, если медленнее. Ну ладно. Черт, как же я злюсь! Ладно я, но ты-то почему не стал музыкантом? Такой талант пропадает! Агато остался таким же искренним и ярким, как и в детстве. Я был очень рад этому. Кстати, ты ведь мобильник сменил? Я пытался с тобой связаться много раз, но не получилось. У вас же есть соцсети, в принципе. Точно! Извини! Давай свой номер продиктую. Но... А... Даже не знаю, как спросить. Тебя твоя жизнь устраивает? Сложный вопрос, знаешь ли. Но о том, что не играешь, не жалеешь? Еще сложнее. Это тоже было в духе оратор. Он словно горящее пламя, что просто не может утихнуть. Никакие осторожные, мягкие вопросы у него в голове не рождаются. Ну да. Я уже заметил. Мне кажется, все-таки герои... Вроде бы в глубине души все-таки хочется играть на гитаре, но... Работаю опыт заебал в офисе. Всегда спросит, как ножом отрежет. Но он по-настоящему обо мне заботился, поэтому решил ответить подробнее. Жалею, что не играю. Хотел найти себе группу, но не смог. Как-то я не подходил под атмосферу. Не подходил под атмосферу. А, ну... Ну, живу я прекрасно. Я показал ему фото с Мьюки с мобильника. Это моя девушка Мьюки. Ну, ты с ней знаком, вроде. Да, я помню. Вы с ней очень необычно смотритесь. Она будто бы горячий лед, а ты ледяное пламя. Горячий лед, ледяное пламя... Чего, блядь? Вот это тебе сравнение, конечно, приму за комплимент. Если честно, какой-то странный этот комплимент был. А у тебя как жизнь идет? Я рад, что ты смог заново открыть магазин отца. Еще и женился так рано. Времени зря не теряешь, да? Рада покраснел. Я в нее еще с основания нашей группы влюблен был. Она популярной была. Поэтому решил поскорее признаться. Чтобы не упустить. Ага. Ну, одно дело, когда... Ну, понимаете, причем... Не, созвать бы это не связано. Дело в том, что... Как бы, вот ты влюблен в человека. Да, вот надо побыстрее признаться. Все-таки, вот... Мне кажется, если ты любишь человека, то есть ты прям уверен. Не просто она, да, красивая. Ну, ладно. Не. Если вот ты влюблен уже, как бы, понимаешь, что лучше признаться все-таки. Ну, то есть ты познакомился. Да, ты с ней начал там разговаривать. Разговаривать. Но через время, вот все-таки, побыстрее надо это сделать. И не затягивать. Вот это вот, кстати, да, это правильно. А женить быть совершенно другой. Это уже более серьезный подход, как бы. Молодец, как настоящий мужик поступил. Но ты сам-то не жалеешь, что я играть бросил? Ты ведь даже больше меня мечтал группу собрать. Играл хорошо, и в любой коллектив мог списаться. Знаешь? Нет, не жалею. Семейный бизнес и жена для меня самое главное. Не знаю, поверишь ли ты мне, но музыка действительно была не для меня. Я верю. Слышишь, муж, много. Ты улыбаешься для того, кто врет. Ха-ха-ха-ха. Ну, вот и продуктовый. Дорогу назад найдешь? Немного задержусь и уверен, на ЦУМе меня прибьет. А GPS есть, кстати? Ну, ладно. Это уж город. Ну, беги тогда. Заходи, как будет время. У меня родители все там же живут, если что. Да, с радостью. Ну все, я побежал. Пока. Гудбай. Да, ой, подожди, а как там мечела? Давай как-нибудь соберемся, он тебе сам все расскажет. Заодно жизнь обсудим. Ну ладно. А, ну хорошо, до скорого. Я помахал слезы за уходящим огот и направлюсь к продуктовой. Его слов заставили меня задуматься. Но список продуктового был настолько длинным, что я решил подумать попозже. К тому же, нужно поспешить, чтобы принести оказывать до того, как миюки покоснется. Это уже пришел, окей, давай. Блин, да и гибут. А, вот. Я дома! Я зашел в гостиную. За столом сидели миюки и папа с мамой. Наоки, ты из магазина Штоку. А, я дотронусь у рукой до ее лба. Холодно! А ты себя чувствуешь? Температура умерила? Да, 37,2. Высоковато. Вот я тебе лекарства и сиропа купил. Ты голодная? Только позавтракала. Я Путинга взял твою любимую с клубникой. Спасибо. Мам, все, что в списке было, взял. Рис, правда, был только по 5 килограмм, расфасован. А, ну ладно, хоть так. Ой, да ничего. Так даже лучше. А пиво прихватил? Хе-хе. Да, хоть мама и не написала, ты же все еще керевин пьешь? Да. О, батя молодец. Я тоже пивка бы сейчас выпил, но у меня молоко. Папу явно продумал мой ответ. Мужика растет, да? Милки, может тебе подержать стоит, а то вдруг ты еще не до конца выздоровел? Лучше просто лежать. Я с тобой побуду, так что идем. Я взял Милки за руку. А сын у меня что надо. Даже я так в открытую с отцука перед ее родителями не флиртовал. Оу. Мама покраснела и дала папе затыльню. В общем, мы пошли. Мам, пап, если что-то нужно, будет, зовите. Да, хорошо. Давай. И что тут будет вообще? Ну, не, пока идет интересно, но у меня вопрос. Почему Рождество в январе? Ты, наверное, вся вспотела. Раздевайся, я тебя вытру. Я пошел за полотенцем, это пока сними пижаму. Это такая пижама, что ли? Чего? В смысле? Пока только полотенцем. Ладно. Ой, да ладно, брат, дарьешь ты полотенце, боже, вы в постели, может, такое еще вытворяли, а тут сразу, ой, как мне стыдно, как будто в первый раз. не, понимаю, конечно, что вы не в своем доме, как бы, но все равно. немного не понимая логики. Ну, может, постеснялась. Ладно. Когда я вернувшу комнату, Мьюки все еще была в пижаме. Я сама себя протру, а ты не подглядывай. Что я там не видел? Ну, я-то не видел, ну, главный герой на Оке это все видел, ё-моё, почему? Зачем стесняться этого? Ну, ХЗ, зачем? Вот скажите, зачем стесняться? Я сама себя протру, а ты не подглядывай. Чего? Она же вчера совсем не стеснялась. Ну, ладно, займусь пока чем-нибудь. Я сел за стол и включил ноутбук. А зачем ноутбук? Работа, что ли? У нас же отпуск. Настоящий, вроде как. А, и у тебя тоже. Мы с Мьюки придумали два вида отпуска. Настоящий отпуск и псевдоотпуск. Настоящий это когда-то можешь вообще не думать о работе. Псевдо это когда-то вроде как можешь и не думать, но тогда по возвращении тебя ждет огромный завалдел проваленных заданий. Увы, у меня на этот раз псевдоотпуск. Недавно новых сотрудников добавили и за ними пока нужен глаз да глаз. Но это ненадолго отвечу им и все. Хорошо. А, ну и значит это вот так вот выходит. Ну ладно, окей. То есть настоящий отпуск это когда в принципе ты просто вот сидишь и развлекаешь ну как бы отдыхаешь. Ладно, окей. Псевдо ты и занимаешься еще и делами, там смотришь за бизнесом и тому подобное. Ну как бы ладно. А, хорошо. К счастью, непрочитанным было только одно письмо и то Юмэка, мой новый Кахай. Просто не мог найти пароль или активов. Я написал, что узнать их можно у ИСАО, нашего сисадмина. И на этом мои дела закончились. Ну спасибо, но как бы именно эти ничего не дадут. Ну все, теперь я свободен. Мирики уже лежал в кровати, привел рядом. Горло не болит? Нет. Науки, ты сегодня какой-то заботливый. Я вчера что-то наговорила странного. Меня просто лихорадило, поэтому не особо помню. Нет ничего такого. И вообще, что с радостью в том, что я о тебе забочусь? Ты моя, как-никак? Ну, на нас твои родители смотрели. Мы почти одна семья, так что-что-что такого? Ну и еще я не понимаю, почему. Блять, женщина! Ну и опять же не вижу ничего странного. Ну ладно, вот и славно. Сыграй мне тогда колыбельную. Конечно, подожди, гитару достану. Единственное колыбельное, что я помнил и мог бы сыграть, была написана Бетховена, причем для пианино. Так как там было... А, точно, вроде так. Я принялся играть. Те яграя мелодия. Но ты ведь обычно еще и, ну, знаешь, брейнк-брейнк, а не только плям-плям. Ты про аккорды? Хорошо. Было трудно, но я смог вспомнить их. Ну ладно, окей. Ты лежи, засыпай давай, а не восторгайся. Не говори, а засыпай скорее. У меня полетела подушка. Ладно, я понял, у тебя слишком много энергии, сейчас мы это исправим. А вот как? А вот так. Я набросил на Миюки и принесся щекотать, что есть силы. Ну блин, все-таки озвучка нормальная, то есть плюс. Но кое-где, правда, по-другому можно было, но все же. Пока все инокии не истратишь, не прекращу. Тактика сработала отлично, всего лишь через 10 минут она перестала смеяться. А теперь наконец продолжу играть. Слушай, засыпай давай. Микки переводила дыхание, поэтому ничего мне не ответила. Я сконцентрировался на игре. Мне было достаточно сложно играть тихо. Струны на этой гитаре были тонкими. 45-е, наверное, или даже 43-е. Что это означает, я честно говоря, не знаю. Но допустим. Такое чувство, что стоит ударить по ним хотя бы в полсилы, и они порутся. А у меня бывало такое, кстати. правда, одна струна вылетела. А ведь поначалу эти струны оказались мне очень жесткими. Порезы от них не заживали по несколько дней. Родители даже беспокоились, правильно ли гитару меня они подобрали. Еще просили играть медиатором, а я упорно отказывался. Канека Сансей любил говорить куда он до медиатора, вы своими пальцами управлять не умеете. А вот как. Жестокий, ну да. Тем временем Миюки заснула. Зачем тут точка, не знаю. Я посылал ее решил уйти, чтобы не тревожить. А уже ночь. Не, у нее еще. Ну почти ночь. Не, почти. Нет. Давай дальше, что там? В гостиной меня ждала Юма. Ох, Юма, 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 Юма. А ты, что тебе здесь надо? Привет, какими судьбами? Здравствуйте, Сансей. А, точно. Я вспомнил утренний разговор с мамой Юмы. Я Шикасан так уговорил у тебя учиться у меня? Не то, чтобы я сильно рад, но помочь судьеустремленным людям я никогда не против. Ну окей. А ты мне желание проспорил, не помнишь? В смысле? Это пока ночной поход в магазин? А... Так... Так я же и не ходил никуда. Ну вот видишь, за тебя так переживали. Юма на секунду задумалась. Ты даже не выпустили. просто невероятно ладно я понял ты победила да мы здесь посидеть можем уже лучше температура почти спала но я все равно ложил ее спать это мало ли пап мама мы вам мешать не будем отец пошел с друзьями гулять а я буду только рада вас послушать хорошо тогда начинаем сейчас разбегу за нотами а то как мы без упражнений ну тут чуть-чуть аж и ладно я не буду концентрироваться но если что я буду готов что тут что-то будет нету занятие прошло продуктивно юма почти не отвлекалась и внимательно меня слушал окей кстати я вот что придумал а давай мы конека сенсея заставим принять твое увлечение гитарой сыграем ему какой-нибудь этюд сейчас погоди вот этот например восемьдесят шестой он сложный и много технических моментов содержит как раз что надо сложный он уже не отвертится ну как тебе идея будет вот и договорились кстати я наклонюсь к уху и он и мне бы хотелось тобой куда сходить завтра наверно мы только никому не слова хорошо потому знаешь ему посмотрел на меня с непониманием я поздно кузырь я крикнула что-то с кухни на них забрал что поэтому не сунул то что ли заодно разбужу миюки но хоть бы она не знала на самом деле что мы занимать узнает от мамы и птичка воде ну все равно мы скажем просто занимались ничего такого микки встава микки вставай уже уже скоро ты серьезно а ну вставай давай многовато я растормашиваю щелку это был самый безопасный способ разбудить тронешь за ногу она даст тебе хайки за волос ли шею испугается за руку даже не почувствует микки так сладко земно что и рефлекторная зиму в ответ давай вставай соня уже ждет только для начала температура померяем нет юкачка не переживай термометр это не шприц хоть и форму похоже совсем не колется совсем в квадрате в кубе надо было сказать милки под ним подняла руку и поставил термометр через пять секунд он запищал 5 секунд 5 секунд сейчас 36 и 9 уже можно сказать здорово привет я подожди стоп 5 секунд типа ты 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 мне тут мне кажется минут хотели написать или он быстро если она нет я конечно когда здоровый человек на самом деле температура нормально но засток это быстро не может как без среагировать аппетит есть я для тебя йогурт взял но и маме нужен есть нужно набираться сил а тут очень не сказали ваша идем тогда ну ты больная да набираться надо сил все таки да право но кухня ой да да ёма на кухне мама только-только начала накрывать на стол давайте давай помогли лучше а то мне тарелок жалко ой да ладно ладно пойду тогда достану йогурт и пивка из гостины донесли шаги папе вернулся точно к ужину ой увидев маяке он заткнулся от сука я вернулся миюки ты как простуда прошла слава богу тебе может йогурта принести мекки залилась смехом папа ну она как дочка сказали впада науки меня так давно уже не называет не вре называю может и называешь но не с такой лаской как раньше я ведь вот это я тоже не люблю типа ты перестал так говорить тому подобное ну не знаю может странно будет звучать от меня но может все таки как-то смириться с этим но хотя иногда людям все-таки ласки не хватает это тоже как бы правда но тем не менее мы забываем об этом я хотел соязвить на решил промолчать папа говорил так будто ему от этого и правда становится скучно но все-таки и мужчинам нужно ласка как бы даже от сыновей что моей заботы уже не хватает нет нет что ты более чем и на десятерых хватило бы хорошо миюки ты как я заварила чай жасмином и мятый он должен ослабить боль в горле жасмин да такая певица и ладно папа не признавал никакой часть добавками хорошо дорогой тебе просто воды налью нет это я не да шучу я шучу для тебя снова я обычный заварила о молодцы молодцы но может чайку мне тоже сделать ему выпить жасмином я не помню какой на вкус вообще-то я не против жасминного чувства если начну спорить то буду пить воду спасибо нам принялись ужинать очень вкусно готовишь нести ты кстати сам себе готовишь ну да иногда разве что милки готовит да я его таким первый раз видела опять что-то нету подождите так вы бы съехали с вместе и все никаких проблем и платить за аренду пришлось бы меньше и в принципе удобнее будет кстати да кстати отлично идти если вы парень и девушка а мне кажется можно микки ты что ли против давай тогда ко мне переберемся то как будто ближе все такое решили и платить за аренду пришлось бы меньше и удобнее не опять тут ошибочка славно как но все давайте есть от вас ты нет я буду читать на самом деле что написано потому что здесь по ошибке кое-где все написано славно как на все давайте есть от вас и нет давайте начну со следующего дня наверно играть следующей серии думаю после ужина милки захотела прогуляться но я не пустил ее пока еще не полностью давай дома посидим нет конечно же дома посидим естественно после болезни так сразу не надо идти только не надо гневиться вот прошу серьезно нет как это признать надо я схватил милки за талию потащил в комнату об этом еще не думал да в этой игре действительно много ошибок поэтому я рекомендую немного переделать потому что во первых не реально переделать чтобы качественно было я насколько и знаю эта игра вышла вот в начале этого года и да тут местами кое-что странного звучит чуть-чуть конечно же в лмр там пиздец конечно но это совсем другое здесь чувствуется что нет не то написано где-то не вот например не там а помню надо было убрать чтобы для смысла подходила в общем надо до переделать я рекомендую упорно рекомендую можно так сказать да и упорно рекомендую чтобы автор переделал но чтобы лучше все было потому что ну это как черновик в принципе ну да предлагаю торт приготовить правда нужно чтобы он хранился долго поэтому кремовый не вариант а что кремовый не хранится долго пойдем у мамы спросим мы пошли обратно в гостиную вот занятия нашли но я бы тоже не против бы приготовить бы вообще если честно с любимым человеком вот в принципе можно сделать много всего это же не кто-то там вот например знакомый тому подобно вот именно любимый человек которого ты любишь именно да с ним все что угодно принципе можно даже редкость что будет если не интересно но я вот например вот я конечно не люблю так ты печь сразу скажу выпечка тому подобно кондекция кондектирская ремесло где-то не для меня но я бы все равно было ради интерес ну да ради интереса бы потом попробовал с любым я заговорился с любимым человеком и сделать то что такое мама миюки хотим торт приготовить не расскажешь какую лучше сделать чтобы к новому году не испортился а новый год это последнее будет мне кажется да наверное брауни лучше подойдет он не кремовый поэтому долго держится к тому же для новичков самое то отлично микки начинаем да начинаем мама как-то странно посмотрели лучше с отцом посиди поговорить на мы с миюки все приготовим не хватало мне еще взорванной кухни ой бля я мужик или кто блять в конце концов я должен помогать настолько плохо что я удивлена почему его квартира в токио еще цела но зато можешь сходить недостающие ингредиенты купить ладно я пошел тогда как говорят миюки мама вообще не знает но почему-то с ней готовить она не против приличные манеры так скажем не знаю заканчивать серии нет вечерней прогулки всегда нет короче на этом серию закончу да я думаю самый раз ладно да мне пока нравится то есть нового нормально вот ладно давайте я сделаю вердикт кому следующей серии может мне не следующей серии вряд ли потому что мне кажется это на 65 серии затянется но в итоге игра мне очень нравится так что я вам рекомендую пока все нормально и анимации эти вот хорошие вот как и вот их сделать бы вот чтобы подставить время поймут неинтересно ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео с англаники сама какая-то всем желаю удачи и веселого рождества и нового года есть у вас она сейчас а если нет то просто счастье дальнейшем